МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Благотворительного фонда Good Find Foundation для того, чтобы обеспечить чистой питьевой водой школьников Уганды. Дастин Парье поблагодарил Нурмагомедова за помощь в благотворительности и отметил, что это поможет многим людям. Это отличная новость и добрый жест. Это помощь многим нуждающимся людям. Я горжусь этим и ценю вклад UFC в благотворительность. Поединок между Хабибом и Дастином прошел 7 сентября и завершился победой российского спортсмена. После боя бойцы обменялись футболками. Хабиб еще тогда пообещал Дастину направить все вырученные из продажи деньги в благотворительный фонд. Президент UFC Дэйна Уайт, ранее заявившая о намерении удвоить собранную Хабибом сумму, сдержал свое обещание и также перечислил средства в фонд. Бойца Тайсона Фьюри отстранили от бокса. Об этом пишет издание Манчестер Ивнин Ньюс. По их данным, атлетическая комиссия штата Невада приостановила лицензию спортсмена. Британский боксер получил двухмесячное медицинское отстранение из-за рассечения, полученного в бою против шведа Отто Уаллина. Ему наложили 47 швов. Теперь спортсмену нужно время, чтобы восстановиться. Фьюри не сможет выйти на ринг до 14 ноября. Однако бой с американским боксером Дэнте М. Уайлдером не отменяется. По словам промоутера спортсмена Фьюри Уоррена, поединок перенесли на февраль. Медики хорошо зашили Фьюри бровь. Пока что он отдохнет от спорта и будет восстанавливаться. Однако во время больничного отпуска ему нужно следить за весом, чтобы в любой момент вернуться к тренировкам. Ресурс напоминает. Во время поединка цыганского короля и шведа Отто Уаллина, который завершился победой первого, Фьюри получил тяжелое рассечение, из-за которого пропустил пресс-конференцию журналистами после боя и направился в больницу. Супер-многодневка Буэльта 2019 по испанским дорогам позади. Триумфатором гонки стал славенец Примарш Роглич из команды Тин Джумбависма. Об этом сообщает The Guardian. 29-летний спортсмен выиграл первый гранд-тур в карьере. Общий результат Роглича составил 83 часа 7 минут и 31 секунду. Второе место в общем зачете занял испанец Алехандро Вальверде из команды Мавистар, проигравший славенцу 2 минуты 16 секунд. Третьим стал славенец Тадей Погачер из команды UAE Team Emirates с отставанием в 2 минуты 38 секунд. Победителем классификации по очкам также стал Роглич, набравший 155 баллов. По словам чемпиона, для него эта победа особенная. Это особенный момент. Приятно дойти до конца в Уэльты. Эта победа придала мне еще больше уверенности на предстоящие годы. И спасибо моей команде. Без нее я бы не справился. 29-летний Роглич впервые в карьере победил на Гран-туре. На его счету победы в двух этапах на Турте Франц и трех на Джиро Д'Италия. Роглич является серебряным призером чемпионата мира в индивидуальной гонке. Также на его счету победы в многодневках Тур Романдии, Тур Страны Басков и Тур ОАЭ. The Guardian напоминает, 74-я Вуэльта началась еще в августе. Общая протяженность гонки составила почти 3,5 тысяч километров. Соревнования проходили по территории трех стран – Испании, Франции и Андорры. В прошлом году победу в гонке одержал британец Саймон Йетц. Американка Сара Томас вошла в историю, переплыв Ла-Манш четыре раза без остановки. Об этом сообщает BBC. Всего в воде спортсменка провела 54 часа и 10 минут. Из-за сильных течений, приливов и отливов вместо 130-километровой дистанции Сара Томас преодолела почти 216 километров. По словам Томас, сложнее всего было терпеть неприятности, которые причиняла соленая морская вода. Из-за постоянного контакта страдала слизистая рта и глотки. Каждый отрезок пути был по-своему сложен. Последний отрезок от побережья Франции в Дувр был очень тяжелым. Кажется, на него ушла целая вечность. Меня все время уносило течением назад, меня укусила в лицо медуза, но моя команда сделала все, чтобы помочь мне сохранить силы. Ранее никто из пловцов не переплывал Ла-Манш четыре раза подряд без остановки. Новый рекорд отмечали на берегу Дувра шампанским и шоколадом. Однако Сара из-за сильной усталости не смогла в полной мере присоединиться к празднованию. Этот заплыв спортсменка посвятила всем, кто борется с онкологией. Недавно Томас завершила курс лечения от рака груди. До болезни Сара была опытным пловцом на ультрадлинной дистанции. Первый заплыв на открытой воде она совершила в 2007 году, а Ла-Манш впервые переплыла в 2012.